Вы меня спрашиваете о том, о чем вы не спрашиваете себя. Вы не будете отдыхать, вы не будете ничего оставлять, даже на одну йоту. А даже это много всего? Нет, это неправильный ответ. Вас дает здоровье. Есть три спектра жизни. Есть психические силы, есть духовные силы, есть физические силы. Если взять их, расставить вот так и смотреть на вас, то духовных сил у вас нормально. Где-то 55-60% от максимума психических сил, где-то 46-47% от максимума. И физических сил 26-27% от максимума. То есть, другими словами, вы проседаете в физических силах. Это означает усталость, снижение концентрации, нарушение сна, снижение настроения. Чувство, что нет сил там и так далее. Это достигается с помощью аскезы для тела. Из три аскезы для тела, которые дают человеку физические силы. А именно, хорошее настроение, хорошую работоспособность, хорошую концентрацию внимания, возможность выдерживать нагрузки, в том числе и психические, физические силы дают. Это длительное непрерывное движение. В данном случае для вас надо или долго ходить, достигая 4 часов раз в 6 дней, или бегать, достигая 1 часа 50. По вашим возможностям, я думаю, что вы сможете сейчас, если сильно прячься, пробежать минут 40. Я до 19 лет занимался профессиональным спортом. И, соответственно, мне вот этот заряд энергии, который у меня был с 5 до 19 лет, мне хватило на 10 лет, до 30 лет. Но два года назад я обратно вернулся в спорт, так как я понял, что единственное, что мне может физически восстановить, духовно, то есть быть более здоровым, более как бы, ну, что, голова работала. Спорт дает тонус. Вот вы, допустим, в спортзал идете, получаете тонус, а я говорю о наполнении. Наполнение достигается длительным непрерывным движением одного действия, допустим, или вы бежите, или идете, или плывете. Ну, то есть одно действие непрерывное, длительное, спокойное, дает наполнение организма, особенно если человек это делает на природе, на свежем воздухе. Это в основном, то есть, ну, футбол я занимался. А это не то совсем, то есть вы, это футбол означает, вы увеличиваете тонус, волевые силы, но я говорю о наполнении. Наполнение у вас страдает, вот футбол, он не наполнит вас, а истощит. С точки зрения размяться, разомнетесь, а с точки зрения наполнится, не наполнитесь. Вот попробуйте длительно и прерывно спокойно бежать, вы увидите, о чем я говорю, вы на следующий день будете бодрячком, вам станет спокойнее, силы появятся. Следующая аскеза, которая дает человеку силы жить, это неподвижное положение тела. Это тоже надо изучать. Или йога, ну, это не просто йога, то есть это вообще человек не двигается в одном положении долго. Йога, все равно там человек двигается. И третья аскеза, это пост на воде. Длительное непрерывное движение дает волевой импульс человеку. Если, допустим, человек не может себя поднять с постели, он не может принять решение, не может справиться с нагрузкой, давлением людей, не может справиться с ситуацией в стране, там еще с чем-то, то тогда ему нужно длительное движение для того, чтобы копить волевой импульс. Если человек не может терпеть что-то, людей, свою жизнь, там, соседей, те, кто в компании находятся, то тогда нужно неподвижное положение тела. И терпение, принятие, нужно неподвижное положение тела. А для того, чтобы понять, как жить, ясность, что в сознании была, нужен пост на воде.